Добрый вечер. Я Максим. В эфире программа День Люди События. Сегодня речь о событии 11 сентября. Александровская колонна в стиле ампир, известная также как Александрийский столб, была воздвигнута и торжественно открыта, 30 августа, 11 сентября 1834 года в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном. Колонна, сооруженная по проекту архитектора Агюста Монферрана, должна была соперничать с вандомской колонной, установленной в Париже в честь побед Наполеона. Общая высота Александровской колонны 47,5 метра. Ствол колонны монолит красного гранита, провезенного из-под Веборга. Колонну венчает фигура ангела, попирающего крестом змею. Лицо ангела скульптор Орловский придал черты Александра I, что было сделано по требованию императора Николая I. Постамент также изготовлен из цельного куска гранита и украшен барельефами, аллегорически изображающими различные эпизоды военных действий Отечественной войны 1812 года. Торжественное открытие памятника состоялось 11 сентября 1834 года, которое также ознаменовало окончание работ по оформлению Дворцовой площади Санкт-Петербурга. На церемонии, сопровождавшейся торжественным богослужением у подножия колонны, присутствовали император с семьей, дипломатический корпус и представители русской армии. Затем на площади был проведен грандиозный военный парад, в котором приняли участие около 100 тысяч человек, в том числе и полки, отличившиеся в Отечественной войне 1812 года. И сегодня Александровская колонна самая высокая в мире триумфальная колонна. Она находится в ведении Государственного Эрмитажа. Текст на табличке памятника, Александру и Благодарная Россия. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!